ну что ж зубастенькие вы мои всем категорический привет в стране за ее пределами сегодня нас четверг 9.35 в москве примерно в это время по традиции мы встречаемся с замечательным столичным специалистом врачом хирургом имплантологом стоматологом соответственно медицина чем дмитровичем и обсуждаем всякие нюансы наших нашего общения с зубами и с зубными специалистами все на свете у детской стоматологии до эстетики сегодня как раз мы решили с димой затронуть тему которую еще не трогали последние два эфира были посвящены имплантации они вызвали шквал вопросов потом сделаем отдельный эфир такой дайджестный ответ на ваши вопросы очень много сегодня мы решили поговорить про ортодонтию тема связана естественно с имплантацией непосредственно потому что насколько я понимаю очень часто перед имплантацией еще желательно пообщаться с ортодонтом и понять почему ты потерял старые зубы во многом это может быть связано с неправильным по мне не знаю прикусом стемы как у меня например уздечкой плохо подрезаны я не знаю там удару по суставу и так далее всем доброе утро всех радиослушателей приветствую да на самом деле ортодонтическое лечение мы сегодня выбрали как основную тему и это та проблема с которой все больше и больше стали сталкиваются людей она становится одной стороны модные с другой стороны востребованной на самом деле и она так скажем меняет возраст потому что раньше считали что ортодонтическое лечение необходимо проводить там детям с пластинками плана хорошо подростки там какие-то брекеты но сейчас ортодонтическое лечение показано также и проводится в любом возрасте самая возрастная пациентка которая у нас была это 63 или 64 года по-моему она начинала только ортодонтическое лечение и взрослая ортодонтия она сейчас мы сможем так сказать в тренде потому что правильно восстановить зубочелюстную систему поставить те же самые импланты поставить коронки когда зубы сместились зубы и стерты изначально были в не в корректном правильном положении без ортодонтического лечения зачастую невозможно да но единственный есть момент что чем раньше вы начинаете ортодонтическое лечение тем меньше она занимает времени тем она эффективнее правильно то есть условно говоря до форм вы вы же сами об этом рассказывали что там 16 годам условно говоря формируется у человека полностью прикус как все как бы складывается уже взрослая и чем старше ты становишься тем медленнее будет происходить изменение да это все правильно все правильно абсолютно верно самое так скажем эффективное и предсказуемое ортодонтическое лечение она проводится период смешанного прикуса то есть это где-то с 11 12 лет и до там 16 17 когда прорезаются постоянные зубы меняются оставшиеся молочные зубы идет активный рост челюстей и в этот момент если подключается ортодонт выстраивая правильное положение зубов он также формирует всю систему мышцы адаптируются сустав адаптируется и потом в течение жизни человек встретиться со значительным меньшим количеством проблем зубами чем если этого не сделаем я все время я не устаю об этом напоминать но вы и сами это прекрасно знаете администрация вот какой знаете какой короткий вопрос возник вот нас сейчас едут люди многие из них но у них все вроде там все в порядке зубами все внешне все будет хорошо это дырок нет этом свои чужие не не имеет значения сказать просто вот как можно по каким-то внешним причинам признакам определить что тебе гарантированно надо бы сходить к ортодонту из внешних признаков особенно люди за 30 люди за 40 стираем из зубов если происходит стираем из зубов которые вы сами замечаете это говорит о том что что то работает неправильно зубы стирается быстрее как ее определить как ты это видишь визуально откроете зуб рот и увидите что у вас на поверхности зубов нет бугорков то есть вот должны быть бугорки а там ровная площадка да все зуб стерк это первое второе на нижних резцах зеркало открываем на нижних резцах черненькие черная полосочка это говорит о том темно серы м маль верхней прозрачный слой он стерся и у вас зубы уже стерлись до дентина а это чтобы вы понимали это полтора два миллиметра если стерлись нижние стерлись и верхние соответственно 2 на 3 миллиметра высота прикуса вы потеряли потерялась высота прикуса более выраженные становятся носогубные складки потерялась высота прикуса нижняя челюсть вся становится как бы ближе к верхней суставная головка нижней челюсти входит в глубже сустав при открывании рта у вас могут быть чувствовать щелчок похрустывания какой-то там бывает пациент приходит да мне принципе не беспокоит вот было как-то раз рот открыл потом закрыть не мог пока не нашел положение это все говорит о том что с прикусом не все правильно но из эстетически человеку открывает вот и видит что у него зуб какой-то кривой может быть торчать торчать вперед или вторым рядом не хватало немножко вперед или это тоже все говорит о том что есть проблема и соответственно другие зубы находятся в какой-то перегрузке и с этим надо заниматься а окей все понятно плавали знаем и насколько понимаю кстати ортодонтия возможно самая дорогая часть томатологического лечения и са и уж точно самое долгосрочное соглашусь соглашусь но здесь мне как сказать стоимость часа работы ортодонта да вот если мы в этом будет читать то она не самая дорога но сколько денег оставляет пациент у ортодонта в среднем а седана на самом деле одна из таких дорогих но если перевести в финансы некраспереду фирма прикинул сколько она может стоить это среднем 500 600 рублей в день растянуть на полтора года средняя стоимость хорошего качественно ортодонтического лечения не самого простого но не слова самого сложного сейчас в москве то есть это можно сделать поправку на свой город это в районе 300 400 тысяч но она может быть и дешевле если это какой-то простой случай и она может быть значительно дороже миллион и более миллиона если это там какие-то топовые врачи с одной стороны а с другой стороны если это очень сложная ситуация соответственно это да это дорого извините что мы может быть проговариваем какие-то банальные вещи но вы есть как вот как показывает практика люди какие-то самых простых вещах и не задумываются например мы много говорили последние эфиры про имплантацию но насколько я понимаю что она может стать абсолютно бессмысленной плане того что они будут быстро ломаться выходить из строя и колонки коронки колодца шурупы ломаться и так далее потому что у вас неправильный там прикус условно и неправильное распределение нагрузки и сначала сустав а потом да 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 все правильно виктор вы абсолютно правы и потому что сейчас с одной стороны новые технологии люди более осведомленные но в то же время те же технологии допустим те же церковь не в коронке считается не очень хорошие они не стираются но они не стираются а это не есть хорошо свои то зубы стираются и сейчас потихоньку начинают переходить пациенты которые мы поставили полный рот циркониевых коронок и через два-три-четыре года у них начинаются проблемы с суставом потому что сустав не привык такой жесткой функции это на самом деле факт зачастую невозможно поставить имплантант в области отсутствующего зуба потому что соседние зубы сместились верхний зуб выдвинулся и условно там был шестой большой зуб а пространство стала маленькая и или делается какой-то маленький такой одну полу зубы к или же необходимо с помощью ортодонтического лечения восстанавливать пространство смещать зубы двигать зубы и только потом проводить имплантацию очень часто импланты устанавливаются на этапе ортодонтического лечения и врач ортодонт отталкивается от установленных имплантов то есть поставили план YouTube на него сделали временную коронку или можно бывает это сразу же поставил сделал коронку и сразу же ортодонт на него цепляет брекет делает или пружинку или какую-то тягу и уже отталкивается от этого импланта чтобы сместить какие-то зубы все это ускоряет лечение окей вы заговорили про греки к я знаю что сейчас есть разные совершенно варианты в том числе по эстетическим соображением что там взрослый мужик не ходил в своем офисе он не светил этими металлическими квадратиками у тебя на зубах там и так далее да и насколько есть какие-то я уже не помню капы незаметные есть но лайнеры по-моему называется как так основных вот если взять брекетов это три вида плюс и лайнеры лайнеры коротко давайте расскажу на самом деле первые изначально которые были это металлические брекеты и про них тогда все говорили что вот железяки во рту никто не хотел ходить особенно подросткам это сначала все еще взрослые ортодонтии не было 20-30 лет на самом деле они так и остались второе на вариант брекетов это керамические брекеты они белые они красивые они эстетичны на самом деле с расстояния там 4-5 метров чаще всего их вообще не будет видно будет как тонкая дуга там который на самом деле это и работает это второй вариант брекетов и третий вариант это лингвальные брекеты или внутренний брекет который ставится на внутренней поверхности они абсолютно не видны они также хорошо работают но они изготавливаются индивидуально под каждого пациента это первый момент второй момент обучение работе на этих брекетов достаточно длительно достаточно дорогостоящие поэтому ортодонтия сама по себе не дешевая область стоматологии а лингвальные брекеты они стоят так скажем отдельно что они еще дороже это что касается видов брекетов ну есть отдельно кап и лайнеры которые прозрачные пластиночки нога надеваются на зубы но я думаю сделаем про них отдельный эфир потому что прям отдельная область и расскажем более подробно но сейчас кстати виктор хотел бы заметить что поменялся тренд и не что-то тебя за железы железки стоят во рту а это стоит белое золото и это ага да это можно да 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 я понял это так джигский принцип дабы шиканул брекетами порядке значит ты можешь себе по во-первых ты следишь за своем здоровье это раз это модно во вторых ты можешь себе позволить это потому что ну мы уже проговорили проговорили ортодонтические лечения это не дешево соответственно ты в тренде ты хороший человек да а если уж золотые брекеты это вообще ты полно полный фарш полный полный фарш значит сколько длится ортодонтическое лечение вот в среднем в среднем ортодонтическое лечение оно длится полтора года 18 месяцев может у кого-то чуть чуть быстрее у кого-то в зависимости от сложной ситуации чуть чуть дольше но ориентируйтесь на полтора два года это в принципе тот стандарт европейской так скажем артода ортодонтии а при этом в азии в той же японии ортодонтическое лечение длится больше 3 4 и 5 лет они используют очень маленькие силы лечат дольше у них так принято но в большинстве случаев пять лет сходить даже с белым золотом тяжело поэтому достаточно полутора двух но с технической стороны все то же самое да все то же самое все то же самое и к сожалению ускорить этот процесс пациент иногда приходит и доктора можно как-то побыстрее нельзя а у меня по этому поводу есть хороший вопрос с которым вот проблема с которой столкнулся мой брат и думаю сейчас очень многие в том числе наши слушатели и зрители и не только наш когда по разным соображениям приходится много 2 ездить по миру менять место жительства и так далее а у них уже стоит бред система и насколько понимаю нежелательно менять специалисты которые те уже начал вести вот в чем здесь фишка ну один поставил другой будет корректировать ну чё тут на самом деле да это проблема и вот последние полтора два года такая прям проблемная сущная что много пациентов активно начали перемещаться и перемещаться надолго доктор который начинает лечение и в принципе основная задача ортодонта там же несложно железочки наклеить и дугу поставить он правой диагностику он планирует и выстраивает последовательность перемещения всех зубов то есть как он же не бумажки фиксирует это можно собой да это у него все все в голове это может даже в истории болезни внести но все равно сам процесс лечения особенно на брекет он персонализирован он происходит индивидуальный пациент доктор может одно запланировать пациент приходит он видит что что-то чуть-чуть не работает вот здесь надо подкрутить и он в этот момент подкручивает но в общем концепции того лечения которое он запланировал и когда пациент меняет ортодонта на самом деле тактика плюс-минус одна и та же и если хороший качественный ортодонт он закончит лечение но в любом случае этот результат будет не тот который ожидал первый ортодонт и вполне возможно не тот который ожидал пациент очень часто мы встречаемся и работаем с пациентами когда они приходят на этапе ортодонтического лечения мы видим что из этой ситуации мы не можем закончить его грамотно мы снимаем старые брекеты отпускаем пациента на полгода так называемым зубы восстанавливаются отдыхают и после этого лечение начинается заново поэтому если вот так скажем совет для пациентов которые вынуждены уехать на какой-то длительный срок вы придете к своему стоматологу если вы планируете вернуться планируете продолжить лечение он вам снимет активные так скажем элементы которые оказывают давление поставить нейтральные дуги и с этим вы можете уехать на месяц на два три на 4 но в этот момент как бы ничего зубами не происходит да они не они не двигаются двигаются не двигаются хуже не будет лучше не будет но главное что хуже не будет окей так что еще вот у нас спрашивают нужно ли удавлять зубы мудрости при установке до ортодонтическом лечении у нас отдельный был с медицином эфир кстати про восьмерки надо удалять или нет очень интересно к сожалению к сожалению на самом деле большинстве случаев при ортодонтическом лечении при планировании или на этапе ортодонтического лечения необходимо удалять зубы мудрости они иногда выступают сами причиной проблемы с прикусом это первый момент второй момент они мешают перемещению полноценному зубов как запланирует врач ортодон и третий момент уже после проведенного ортодонтическое лечение при своем прорезывании они могут привести к рецидиву то есть опять сместить зубы и возникнут проблемы поэтому ну чаще всего приходится удалять потому что они просто физически но мы тоже говорили это на наших эфирах что через современного человека на потихоньку уменьшается если взять там 100 200 лет назад а зубы остаются те же самые и они просто физически не помещаются и тем самым создают я забыл же они уменьшаются у нас челюсть это веган и наверное проект проклятые или веганы как мы меньше мясо едим там все травку травку живем вот я не ем мясо между прочим это видно но веганская пища на более жесткая а мы едим более больше сублимированных каши пюре соус и котлет йогурт и вот этой йогурт и кефирчики и соответственно человеку не надо жевать там что там стебель бамбуковый мясо оторвал кусок разорвал когда надо что переживать что-то жесткое и все это в течение последних там 150 200 лет очень активно развивается соответственно нагрузка короткий вопрос перед тем как мы уйдем на перерыв разъезжаются зубы после окончания лечение брекетами это все как бы отматывает назад быстро организм нагрузка чё делать и есть есть так скажем такая проблема но тут два момента первый это должен быть выдержан ретенционный период то есть все-таки ретенционный период если на брекетах то там есть определенное время когда ничего не двигается но пациент дохаживает в системе зубы просто стабилизируется потом фиксируется ретейнер обычно внутренняя поверхность верхних там или нижних передних зубов и изготавливается съемный ретейнер это капа все для того чтобы из зуб зубы в новом положении зафиксировались и установились но все это работает только в том случае они правильно сомкнулись если сомкнулись неправильно как их не фиксирую во время функции все равно что-то куда-то уедет поэтому здесь вот результат лечения очень важно ребят спасибо что вы нам пишите активно сейчас мы отваливаемся в youtube нашу паузу короткую затем вернемся в полноценный эфир медицины дмитрович его зубные мудрости так дмитрий санч давайте коротко еще несколько вопросов практического свойства можно ли ставить брекет на одну челюсть можно ли на пол челюсти можно на пол челюсти можно же на два зуба поставить на самом деле бывают такие ситуации когда не так какого-то одного зуба дальняя семерка на наклонилась и для того чтобы ее поставить вообще на этот один зуб клеится брекет за зубом ставится временный ортодонтический винт и он резиночкой подтягивает ставит на место то есть это локальная такая мини ортодонтия возможно делать на одну челюсть здесь немножко все нужен не так просто почему потому что перемещение зубов на нижней челюсти и не допустим на на любой на любой челюсть и не меняя положение зубов другой челюсти приведет тому что как только вы снимете брекеты зубы потихонечку начнут возвращаться в то же положение которым будет определяться противоположной челюстью и поэтому небольшие какие-то коррекции сделать в этом возможно но чаще всего ортодонты не идут на это если проводить полноценное ортодонтическое лечение она проводится на обеих челюстях но вы отчасти уже ответили еще на один вопрос насколько насколько фатально если отклеилась 1 1 брекет если внутри системы это не ничего страшного ничего смертельного если он при так скажем открылся и не доставляет какого-то дискомфорта болевых ощущений вы спокойно можете доходить до следующей встречи со своим ортодонтом когда он подклеит вернет на место система все равно будет работать и все будет хорошо если он где-то травмирует или там отвалился опять отвалился тоже ничего страшного понятно а значит чуть-чуть отматывая назад как часто производится коррекция брекет систем раз две недели 1 месяц чаще всего раз в три в четыре недели 1 месяца более оптимально потому что брекеты должна система должна отработать вообще каков принцип работы брекетов работа брекет это металлический замочек который клеится на зуб сам по себе он не работает работает дуга которую наносит фиксируют врач-ортодонт она работают дуги резинки которые одевает пациент пружинки то есть это то что оказывает непосредственно давление механическое на зубы поэтому вы пришли к ортодонту ортодонт наклеил брекет и сразу на него установил какую-то там дугу там или резинку она начинает тянуть она должна отработать зубы должны сначала привыкнуть к этому ощущению что не что-то давит это первое время в этом дискомфорт немного болезненно и потом они потихонечку перемещаются и вот потенциал перемещения он обычно закладывается на три-четыре недели через три-четыре недели пациент уже забывает что ему что-то делали он уже привык потому что на самом деле движение кончено ему делают опять он опять вспоминает да и так сколько и так полтора года подряд в среднем да да и так потихонечку надо перемещать хороший вопрос я об этом никогда не задумался да есть такой миф что установка брекет систем способствует похудению это правда в определенной степени да в определенной степени да потому что есть ограничения по приему пищи так иначе так или иначе мы не можем есть жесткая мы не можем там есть жесткий хлеб который один из так скажем вредных продуктов для ортодонте мы не можем этому грызть это очень большое ограничение на прием пищи и с одной стороны то есть еда как бы становится так скажем не прием пищи не очень удобный с другой стороны это болезненно то есть когда тебя поставили их активировали и ты по большому счету ну неделю две надо неделю неделю особенно не покушаешь так не пожуешь и хочешь не хочешь потихонечку вы худеешь ну я по своим пациентам а то что который у нас приходит девушки они всегда с благодарностью приходят ходьбер саша год относила там минус пять кило все хорошо прекрасно откидать буду прекрасно жалко я не поставил свое время сейчас уже сейчас уже поздно хорошо битсан дмитрович я напоминаю нас гостях как всегда по четвергам и его зубные мудрости возвращаемся в полноценный фирм ну что написан еще несколько минут у нас есть горячая сегодня близкая многим тема установка брекет систем их обслуживания показания противопоказания всякие нюансы о чем вы говорите спрашивают про беременности брекеты какая связь до связи ну кстати самая непосредственная показана ли можно ли проводить ортодотическое лечение во время беременности на практике наших ортодонтов наши клиники если есть возможность перенести отложить мы стараемся поступить именно таким образом почему во первых меняется гормональный фон и соответственно меняется так или иначе структура костной ткани и перемещение может идти не так как запланировал ортодонт это первое во вторых зачастую мать больше но женщина беременной когда она уже кормит грудью она больше увлечена своим состоянием и состоянием ребенка и что тут говорить на самом деле начинают просто хуже учащать зубы а это при ортодонте очень важно и не такие становятся исполнительны потому что там к ночное кормление недосып а надо какую-то тягу поставить я эту тягу забыла надо прийти к ортодонту на прием ребенок заболел я не могу там ни с кем оставить это все усложняет и удлиняет непосредственно ортодонтическое лечение это не значит противопоказания это не противопоказания это можно делать но пациент должен быть высоко мотивирован он должен пациентка должна понимать на что она идет чтобы врач ортодонт донес и тогда можно проводить ортодонтическое лечение во время беременности но если планово планово беременность планово лечение ортодонтика лучше это перенести хотя мы сеть пациент которые на самом деле лет вот я поставлю брик пока буду в декрете сидеть отношу выровню зубы выдох то что время терять такое тоже есть поэтому возможно что такое с нога петлевая техника лечения нога петлевая техника на вообще принципе техник достаточно я первое слышу много достаточно много которые используют ортодонты и сейчас это очень только высокотехнологичная область нога петлевая техника тогда работает не просто дуга такая ровненько которую приклеивают брекеты доктор каждый раз на приеме к пациенту индивидуально под его ситуацию выгибает специальным образом ортодонтическую дугу которая под определенным углом оказывает давление на каждый конкретный зуб и тем самым позволяя выставить зубы в идеальном правильном положении раньше от один момент она время она использовалась в чистом виде но сейчас чаще всего ортодонты пользуются и комбинированно они и прямые дуги и мягкие жесткие много петлевые но если ваш ортодон владеет много петлевой техники но это это топчик это говорит об его высокому уровню понятно да что надо спросить там на пред интервью на всякий случай да 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 и и показать собственную компетенцию что-то лохата не разбери такие это и это мой случай такие люди как правило и горят а что касается естественно не могу спросить вот про импланты мы давно говорили об этом о производителях что касается брэкет-систем если что предел то ли что-то отечественная промышленность или надо вот конкретно брать вот именно там вот это вот австралийскую американскую корейскую вы смотрите мы периодически касаемся мы я думаю даже может отдельный эфир это сделаем я на имплантаты я понимаю то там титан специальный то сио напыление микро и т.д. ну а брэкет это чё ну дуга и клей во многом это маркетинг во многом это маркетинг есть значит мы проговорили металлические керамические там лингвальные это понятно это три вида раза это три вида в металлических вот то что сейчас так скажем топчик то что хорошо используется и на самом деле это высококачественные это самолигирующие брекеты просто раньше к обычным брекетом вот эту дугу и как-то или привязывают или резинками натягивают ортодонт каждый раз достаточно длительно а самолигирующие брекеты там внутри замок на самом деле высоко технологическая конструкция на маленькая но дуга туда просто вщелкивается этот замочек закрывается преимущество этих брекетов тем что избегается лишние силы трения которые были там на резинке или на проволочке и они так скажем комфортнее и быстрее работают вот если как бы тонкости такие а так большинство случаев ну замок замок все это сам по себе брекет не работает работает ортодонт работает врач работает его голова работает его руки помогает ему обязательно пациент во всем этом потому что тоже носить ношение тяг если пациент не носит там резиночки такие специальные которые выставляют правильное положение или челюсть или подтягивают зубы если он этого не делает то ортодонт будет бессилен и любой брекет будет бессилен то есть время будет потрачено зря не надо придавать много так скажем внимание ли ценности именно с самим брекетом на самом деле это комплексная работа первую очередь врача обязательно пациентов технологии это так скажем вариант выбора я просто не знаю там диапазон цен отечественные против там южнокорейских примерно думаю что разница есть но есть но она незначительно то есть условно если даже если отечественные стоит два раза дешевле чем условно там каких-то американских это не скажется в том уровне разницы цен на все стоимость лечения как если это будет условно врач ординатор выше и выше из института и там врач 20-летним стажем прошедший кучу кучу зарубежных курсов обучения владеющий техниками то есть сама стоимость вот именно системы она относится на все незначительно но ладно я предлагаю закончить на этой приятной ноте что в общем даже в таких высокотехнологичных областях как стоматология отечественные производители что-то да производят беда санч дмитрович зубные мудрости под серебным дождем прощаемся на неделю всем хорошего дня всем удачи